Горчица стимулирует рост волос. Маска для волос с горчицей – необыкновенно простое и натуральное средство, которое помогает ускорить рост волос, а также сделает их здоровыми и сильными. Загрязнение, токсическая перегрузка, неправильная диета и образ жизни, химические средства по уходу за волосами. Существует множество причин, по которым наши волосы становятся тусклыми и безжизненными с каждым днем. Но решение большинства ваших проблем с волосами может лежать на вашей кухне. Горчицу, например, часто использовали еще наши мамы и бабушки по уходу за волосами. Вот что делает ее идеальным средством для борьбы с выпадением повреждением волос и перхотью. Польза семян горчицы для волос. 1. Горчичное семя полезно для волос, потому что оно увеличивает кровообращение. Поэтому, когда его наносят на кожу головы, оно способствует росту волос. 2. Семена горчицы богаты белком, кальцием, витаминами А и Е, омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые помогают укрепить волосы изнутри и сохранить их сильными и здоровыми. 3. Они также помогают от обильного выпадения. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами. Он предотвращает активность свободных радикалов в коже головы, что является одной из основных причин выпадения волос. 4. Жирные кислоты, присутствующие в горчице, оживляют тусклые и безжизненные локоны. 5. Витамины группы В придают волосам красивый блеск, а также регулируют выработку сальных желез. 6. Известно, что высокое содержание эруковой кислоты и ола в горчичном масле естественным образом уничтожает грибок, который является первопричиной перхоти и сухости кожи. Почему горчица работает? 1. Она содержит омега-3, омега-6 жирные кислоты, цинк, селен, большое количество бета-каротина. Все эти вещества защищают волосы и кожу головы от свободных радикалов и создают среду для более здорового роста волос. 2. Также обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что помогает устранить перхоть и зуд на коже головы. Это еще одно огромное преимущество. 3. Маска с горчицей увеличивает кровообращение, свежий кислород доставляется в кожу, создавая желанное сияние для кожи и роста волос. Горчичное масло. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами горчицы, вы можете также применять ее в виде масла. Для лучшего эффекта используйте органические продукты холодного отжима. Масло, получаемое из семян горчицы, богато витамином А, важным питательным веществом для питания кожи головы и восстановления волос. Он также необходим для повышения уровня коллагена, который необходим для здоровья и эластичности прядей. Заранее нагрейте масло и вотрите его в волосы и кожу головы. Помассируйте и оставьте на некоторое время. Затем используйте шампунь, как обычно. Это средство подходит всем и каждому. Оно помогает восстановить, защитить волосы, а также позитивно влияет на их рост. Маска для волос с горчицей. 1. Как приготовить в домашних условиях. Берем сухой горчичный порошок, количество в зависимости от густоты волос, добавляем понемногу теплой воды, постепенно перемешивая, чтобы не было комочков. Полученное средство должно быть средней консистенции. Не слишком густое и не жидкое, иначе будет неудобно держать его на волосах. Обязательно наносим на кончики бальзам для волос или любое подходящее масло, например миндальное кокосовое, чтобы избавить их от излишней сухости. Далее наносим горчичную маску на кожу головы и верхнюю часть волос, немного втирая и массируя. Держим на голове это средство от нескольких минут до получаса, смотрим по ощущениям, если сильно печет, долго не держим. Смывая тщательно прополосните волосы в миске с подкисленной водой, добавляем немного яблочного уксуса. Шампунь использовать не нужно, так как горчица хорошо промывает волосы от излишней жирности. Можно в конце нанести кондиционер на всю длину волос и смыть. 2. Рецепты масок 2. 1. Репейное масло и горчица Состав. 1 столовая ложка горчицы, 1 столовая ложка репейного масла, 1 желток. Берем 1 желток, 1 столовую ложку горчичного порошка и перемешиваем все вместе до исчезновения комков. Далее добавляем в смесь 1 столовую ложку репейного масла. Наносим маску на кожу головы на 15-30 минут, а затем смываем шампунем. 2,2. С сахаром. Состав. 1 столовая ложка горчицы, 1 чайная ложка сахара, теплая вода. В сухую горчицу, количество в зависимости от густоты волос, добавляем 1 чайную ложку сахара, он делает маску более жгучей и интенсивней, добавляем понемногу теплой воды, постепенно перемешивая, чтобы не было комочков. Далее наносим маску на кожу головы и верхнюю часть волос на 10-30 минут, далее смываем и тщательно полоскаем волосы в миске с подкисленной водой, добавляем немного яблочного уксуса. Шампунь использовать не нужно, так как горчица хорошо промывает волосы от излишней жирности. Можно в конце нанести кондиционер на всю длину волос и смыть. Два и три. С маслами. Состав. 1 столовая ложка горчицы, 1 желток, 1 столовая ложка кокосового масла, 1 столовая ложка касторового масла. Возьмите желток 1 яйца, 1 столовую ложку горчичного порошка, перемешайте все вместе до исчезновения комков. Добавьте в смесь 1 столовую ложку миндального или кокосового масла и 1 чайную ложку касторового масла и хорошо перемешайте. Нанесите маску на 30 минут, а затем смойте шампунем. Два и четыре. Горчица, мед и желток. Состав. 1 столовая ложка горчицы, 1 желток, 1 столовая ложка меда. В горчичный порошок добавляем 1 желток и 1 столовую ложку меда. Хорошо перемешиваем, если нужно добавляем немного теплой воды и наносим на кожу головы и волосы. На кончики предварительно нанесите любое подходящее масло. Держим до получаса и смываем. 2 и 5. С черным чаем от выпадения. Состав. 1 столовая ложка горчицы, 1 желток, 2 столовые ложки черного чая. Все перемешайте и наносите на кожу головы и волосы на 15-20 минут. Смывайте подкисленной водой без шампуня. Делайте такую маску 1-2 раза в неделю. 2 и 6. С алоэ. Состав. 1 столовая ложка горчицы, 1 столовая ложка сока алоэ, вода. Все перемешать и нанести на волосы на 15-20 минут. Смыть водой без шампуня. Делайте такую маску 1-2 раза в неделю для достижения максимального результата. 2 и 7. Желатином. Состав. 1 столовая ложка желатина, 1 столовая ложка горчицы, 1 желток. Желатин замочите в холодной воде на ночь. Утром размешайте до однородного состояния и добавьте все необходимые ингредиенты. Наносите на корни волос, подержите полчаса и смывайте водой без шампуня. 2 и 8. С дрожжами. Состав. 1 столовая ложка дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка горчицы, 1 желток. В теплой воде размешайте сухие дрожжи и сахар и оставьте на полчаса. Далее добавьте сухой горчичный порошок. Перемешайте и нанесите на волосы на 30 минут 1 час. Смойте шампунем. 2 и 9. С ржаной мукой. Вы можете больше не покупать шампуни. Попробуйте. Самостоятельно сделать натуральный шампунь для волос из семян горчицы. Состав. Горчичный порошок, ржаная мука, 1 желток. Берете одинаковое количество горчицы и ржаной муки. В зависимости от длины и густоты волос, разводите теплой водой или лучше отваром из крапивы, ромашки или черного чая. Густоту подбирайте самостоятельно так, чтобы было удобно наносить на волосы. Далее используйте по назначению вместо обычного шампуня. Не забудьте вначале намазать кончики волос маслом, кокосовым или миндальным, или бальзамом. Смываете подкисленной водой, добавляете немного яблочного уксуса в миске. Результат. Ваши волосы станут густыми, сильными и здоровыми. Будут меньше пачкаться и перестанут обильно выпадать. Вы также можете мыть голову только горчичным порошком, разведенным в теплой воде. Но наличие других ингредиентов, например, желтка или ржаной муки, делает его более щадящим и не сушит излишне ваши волосы. Противопоказания. В большинстве случаев горчица хорошо переносится и не вызывает побочных эффектов. Легкое жжение присутствует как нормальная реакция. Но рекомендуется перед применением данного продукта все-таки сделать тест на чувствительность. Разведите одну чайную ложку горчичного порошка в теплой воде и нанесите на тыльную поверхность локтя. Оставьте на несколько минут. Если возникло легкое жжение, то это нормальная реакция. В случае зуда и неприятного ощущения вам следует быть осторожным с данным продуктом, либо вовсе отказаться от его применения. Предостережение. Предостережение. Во-первых, можно получить ожог кожи головы. Во-вторых, получить излишнюю сухость волос. Обязательно заботьтесь о кончиках волос перед применением горчичной маски или шампуня, то есть наносите бальзам или масло. Смывайте горчичное средство в глубокой миске с подкисленной водой. Так она легче и лучше вымывается с волос. Можете в конце нанести бальзам на волосы и смыть. Мытье волос с горчицей рекомендовано людям с повышенной жирностью волос. При наличии аллергии или излишней сухости кожи данное средство применять не рекомендуется. Продолжение следует...